МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Денис Андерс у него 25% и замыкает тройку Элизабет Уоррен. Она отстает с большим отрывом и набирает 18%. По итогам праймерис и кокусов напрямую не определяются кандидаты в президенты. Однако они показывают, кто из претендентов пользуется наибольшей поддержкой как на национальном уровне, так и на уровне штатов. С какими проблемами столкнулись демократы при подсчете голосов и как это может отразиться на имидже всей партии, расскажет Денис Малинин. Но в целом, если почитать, например, сегодняшнюю американскую прессу, даже либеральные издания в свои заголовки выносят фразу «Это провал, это крах демократической партии», если говорить именно о кокусах в Айове. Тут вообще важно, наверное, пояснить, объяснить нашим многим зрителям, что вообще происходит, как устроены эти самые кокусы. Это такие партийные собрания активистов, сторонников той или иной партии, членов партии, которые собираются в школах, в муниципалитетах, обсуждают программы кандидатов и голосуют. Процесс голосования выглядит довольно специфично. Где-то нужно поднять руку, например. Где-то такой большой зал, например, спортивный зал школы, делится на несколько таких участков, несколько групп, и сторонники того или иного кандидата должны просто подойти к одной группе или к другой группе и вот таким образом выразить свое голосование. Эти группы считаются, сколько там человек. Существует несколько этапов голосования. То есть сначала первый этап, потом отсеивается количество кандидатов, наступает второй этап голосования. В общем, система довольно-таки непростая. И вот после этого начинается подсчет голосов. Нужно заполнить протоколы голосования, сколько набрал тот или иной кандидат. В общем, это занимает определенное время. И вот, судя по всему, сбой произошел именно при подсчете голосов. Организаторы вот этих кокусов сделали специальное приложение для смартфонов, чтобы вводить результаты голосования. Но вот многие члены избирательной комиссии говорят, что приложение работало неправильно. Например, если ошибался в одной цифре, ее уже невозможно было исправить. Где-то вообще не работало приложение, где-то приложение вообще не пользовались, а работали по старинке с помощью телефонов, передавали результаты, записывали на бумажке, их исправляли там и так далее. В общем, ситуация довольно-таки запутана, и сейчас продолжаются изучения и, собственно, выяснения, почему же произошел сбой в работе этих приложений. В чем вообще смысл этих кокусов? После голосования станет известно, кто из кандидатов набрал большее количество голосов. И, собственно, после этого станет известно, что 41 делегат от Демократической партии, от штата Айов, будет отправлен на конвент партии уже летом этого года. И, собственно, проголосует за того кандидата, кто и набрал большинство голосов в штате Айова. Собственно, эти делегаты будут в итоге принимать решение о том, кто же от демократов, и, собственно, выйдет в финал и будет соперничать с Дональдом Трампом во время этих выборов. Другим темам. Количество жертв китайского коронавируса на данный момент составляет 427 человек. Заболевших тем временем уже более 20 тысяч. Второй смертельный случай сегодня зарегистрирован за пределами КНР в Гонконге. От болезни, вызванной новой инфекцией, скончался 39-летний мужчина. В конце января он ездил в город Ухань, откуда и началось распространение опасного вируса. В китайской провинции Хубей до сих пор остаются более 200 граждан России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Армении. Их эвакуируют самолетами российского Минобороны. Первый борт сегодня совершил посадку в аэропорту Ухань. Мы получили окончательное письменное разрешение на пролет наших самолетов. Поверьте, это тоже непростая процедура поручения таких разрешений. Самолеты в пути. И мы рассчитываем, что нам сегодня, ну фактически за сегодняшнюю ночь, удастся наших людей отправить на родину. Эвакуироваться из Китая, напомню, предложили не только гражданам России, но и гражданам ряда стран СНГ, а также Украины. Пунктом назначения власти определили Тюмень. После прибытия в местный аэропорт пассажиров из Ухани направят на двухнедельный карантин в один из пригородных санаториев. За эти дни выстроено два периметра ограждения. То есть здесь невозможно совершенно туда пробраться, где выставлена охрана Росгвардии. Внутри этого учреждения есть все условия для соблюдения абсолютно безопасного режима при соблюдении всех правил биологической безопасности. Вынужденные ограничения тем временем уже не первый день испытывают и жители российского Дальнего Востока. Пограничные пункты пропуска на границе с Китаем закрыты с выходных, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Период холода в отношениях Минска и Вашингтона закончился. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко после визита госсекретаря США Майка Помпео. Без шуток на переговорах не обошлось. По словам Лукашенко, у Белоруссии с Майком Помпео заочно давние отношения. Президент упомянул о спецоперациях, которые белорусские силовики проводили в стране в бытность Помпео директором ЦРУ. Белорусский лидер также посоветовал никому не рыдать из-за сближения Минска и Вашингтона. Судя по всему, намекая на возможную реакцию России. Лукашенко уверен, что такие перемены уже всерьез озаботили Кремль. По словам некоторых экспертов, у этого есть как минимум две причины. В Беларусь скоро вернется посол США. К тому же, штаты заявили о готовности полностью обеспечить страну нефтью. Поставки углеводородов из России в Беларусь по-прежнему остаются едва ли не главным аспектом в отношениях двух стран. Александр Лукашенко рассказал о данном Москве еще 9 лет назад обещании постепенно сравнять цены на газ с внутрироссийскими. Но этого так и не произошло. Уже в пятницу у Лукашенко предстоит очередная встреча с Владимиром Путиным, на которой белорусский президент, по его же словам, намерен открыто сказать ему, цитата, «Момент истины наступил». Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина обратились к руководству Ирана с требованием передать черные ящики сбитого на Тегераном самолета. Граждане этих государств находились на борту лайнера. Заявление было сделано по итогам встречи международной координационной группы. Я напомню, что в середине января Иран уже пообещал передать Украине черные ящики сбитого лайнера. Иранская сторона признала, что не сможет расшифровать у себя бортовые самописцы. Позже власти страны заявили, что пока окончательно не приняли решение об отправке черных ящиков сбитого Боинга в Украину или Францию. 8 января 2020 года украинский Боинг вылетел в Киев, но через две минуты после взлета разбился недалеко от аэропорта Тегерана. В авиакатастрофе погибли 176 человек, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Полиция Франции расследует убийство 44-летнего беженца из Чечни Имрана Алиева. Его тело со следами насильственной смерти было обнаружено в гостиничном номере отеля города Лиль еще 30 января. Но лишь на этой неделе об этом стали писать местные информагентства. Делать выводы о том, кто стоит за преступлением, следователи не спешат. Однако общественный интерес очевиден. За годы в Европе убитый Алиев, в чеченской диаспоре известный также как Мансур Старый, стал одним из самых резких, если не сказать грубых критиков чеченского руководства и лично Рамзана Кадырова. Причем предполагаемый киллер, по сведениям оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, совершив убийство, благополучно вернулся в Чечню. Подробнее об убитом и возможных подозреваемых в материале Константина Гальденцвайга. Агентству Франс Пресс и французскому же каналу БФМ-ТВ, неназванные источники в правоохранительных органах, сообщают цитата о том, что это убийство имеет все характеристики политического. В сравнении с упомянутым вами оппозиционным блогером Тумсо Абдурахмановым, видеоблог убитого Имрана Алиева не мог похвастаться такой популярностью. И независимо от чьего-либо отношения к чеченскому руководству, важно сказать, что действительно это были очень эмоциональные, очень грубые, очень жесткие местами выступления со стороны Алиева. Причем и в адрес Рамзана Кадырова, и в адрес целых народов, например, Ингушского к месту, не к месту, значительную часть этих реплик мы здесь в эфире не смогли бы процитировать просто, исходя из того, что это была нередко нецензурная лексика. Его близкие, друзья убитого, говорят о том, что связана вот эта эмоциональность, эта грубость была с тем, что бывший боевик, прошедший Вторую Чеченскую войну, раненый там, был травмирован, продолжал принимать уже здесь, в Европе, тихотропные средства. Но, как бы то ни было, несмотря на небольшую популярность этого блога, он, вероятно, мог попасть в поле зрения чеченского руководства. Известно по некоторым данным, что в прошлом году, летом прошлого года, Алиев уже перенес здесь, в Европе, покушение. А в декабре он, что называется, как это принято в современной Чечне, понес явку с повинной в интернете. Он обратился через свой блог заочно к руководству Чечни со словами, цитата, «Я лично обращаюсь к Рамзану Ахматовичу с присягой. Я один из его армии и буду служить ему до конца своих дней». Ну вот, несмотря на такое раскаяние, или независимо от такого раскаяния, дальше случилось то, о чем вы сейчас говорили. На утро 30 января в одном из привокзальных отелей французского города Лиля, изрезанного ножом тела Алиева, было обнаружено французской полицией. Вот как об убитом и о том, что может стоять за этим преступлением, говорят в разговорах с нами представители самой чеченской диаспоры в Европе. В частности, известная чеченская активистка Рубати Митсаева. Иван был блогером, он очень сильно осуждал, как он умеет Кремль, российских оккупантов, самого Кадырова, диктаторский режим в Чечне. Естественно, он об этом очень много говорил. Но как он умел? Вы связываете то, что он говорил об этом, с тем, что его убили? Ну, конечно. Расскажите, пожалуйста, почему? Я уверена, что это был... Почему вы считаете, что это, может быть, бытовая какая-то? Нет, это 100% не бытовой заказ. Бытовые заказы так у нас не делаются. Но я считаю, что он жертвой стал. Потому что для чего это сделано? То есть для устрашнения, чтобы устрашить чеченцев, чтобы страх нагнать. Чтобы, вот видите, Госдума же приняла закон, что они будут убивать, где бы они ни находились, кто им мешает. Это закон принятый. Вот поэтому это как бы доказывают они, что они могут любого убить, любого найти. И я думаю, что это нагнать страх. Что известно о предполагаемом убийце? Повторю, пока что это версии. Больше всего информации по его словам у проживающего в Польше, чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, ссылаясь на свои источники, Абдурахманов утверждает, будто убийца является тоже чеченцем, уроженцем Гудермецкого района. Он не говорил ни на одном иностранном языке. Мы не вправе, естественно, называть имя этого человека, пока это не сделает хотя бы следствие. Так вот, якобы предполагаемый убийца прилетел в Евросоюз из России и имел сообщников здесь, в Берлине, среди местных чеченцев. Задачей этих сообщников якобы было, когда убийство уже будет совершено, помочь замести следы, чтобы преступнику уже из Германии, не из Франции, безнаказанно вылететь назад в Россию и далее в Чечню до того, как спохватится полиция. И по словам Абдурахманова, это удалось. Он приехал по испанской визе. Виза была дана на 4 месяца открыта в зону Шенген. Поэтому он изначально прилетел в Валенсию, Испанию. Из Испании он также самолетом прибыл в Германию, в Берлин. Затем из Берлина он уже на поезде выехал в Бельгию. К сожалению, так получилось, что это преступление предотвратить не удалось. Хотя о том, что этот человек прибыл в Европу, и о том, что он направлен сюда кадыровцами, было известно до совершения им этого убийства. И эта информация была передана полиции Германии. К другим темам. Брифинг британского премьер-министра Бориса Джонсона неожиданно перерос в акцию журналистской солидарности. Сотрудникам газет Mirror, Independent и еще нескольких изданий запретили присутствовать на встрече. Когда советник премьера по связям с общественностью объявил об этом, другие журналисты решили поддержать коллег и бойкотировать брифинг. Представители Лейбористской партии нашли много общего между действиями команды Бориса Джонсона и тактикой администрации президента США. Они вспомнили войну Дональда Трампа с неприятными ему СМИ, которые он регулярно называет фейк-ньюс. И в частности, его противостояние с журналистом CNN Джимом Акостой, у которого отбирали микрофон, которого лишали аккредитации и из-за которого телеканал судился с Белым домом. Акосту в этой непростой ситуации тоже поддерживали многие коллеги. Google впервые раскрыла доходы от размещения рекламы на видеосервисе YouTube. Компания Google приобрела сервис YouTube в 2006 году за 1,6 миллиарда. С тех пор компания не публиковала информацию о доходах сервиса. Финансы решили раскрыть теперь для того, чтобы дать полное представление об этом бизнесе и его перспективах. Так вот, оказалось, что за 2019 год YouTube заработал за счет продаж рекламы более 15 миллиардов долларов. Почти на 36% больше, чем в 2018. В компании отметили, что большая часть доходов идет создателям контента. Правда, какой именно процент, сказать отказались. И последнее на сегодня. Нас ждет ранняя весна. По крайней мере, в этом уверены сразу два сурка. В Филадельфии и Нью-Йорке. Фил и Чак не увидели свою тень. А это, по легенде, означает, что зиме скоро придет конец. Согласно традиции, во время праздника День сурка люди пытаются предсказать начало весны по выходу грызуна из своего дома. Если он увидит тень и сразу же вернется домой, то зима еще долго не отступит. Если же не увидит и останется на улице, то весна будет ранняя. Именно это и произошло на этот раз сразу в двух городах. Но я добавлю, что по подсчетам американских климатологов точность предсказаний сурков составляет 39%. Это все новости к этой минуте. Последние обновления и развития событий на нашем сайте и на наших страницах в социальных сетях. Я на этом прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok